Привет, друзья! Ну что, вы наконец-то дождались! Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы продолжим разбирать ошибки ведущих одного из самых крутых тревел-шоу на телевидении «Орел и Решка». Меня зовут Настя и это канал Puzzle English Life. Извините, я ищу Чарли. Для начала скажем, что лучше бы здесь сказать Excuse me, а не I'm sorry. Мы говорим, когда хотим обратиться к собеседнику. Либо же, когда вы чихнули, икнули, наступили кому-то на ногу или заржали оки-конь и потревожили кого-то. I'm sorry, мы скажем, когда реально доставим кому-то какое-то неудобство. Опоздали, разбили чей-то айфон или оскорбили кого-то, а теперь вам неудобно и вы хотите извиниться за это. Или же мы говорим I'm sorry, когда мы реально сочувствуем собеседнику. А теперь перейдем к слову look. Само слово look переводится как смотреть. Но в нашем случае Леся хочет сказать, что она ищет Чарли. Именно поэтому к слову look нужно добавить for. Получится look for. Искать, разыскивать. Правильно, эта фраза звучала бы как Excuse me, I'm looking for Charlie. Ну, кто знает, может чудо произошло. I'm going to go to the center city, center London. Я хочу поехать в центр города, центр Лондона. Вы знаете, что на английском мы не всегда можем сформулировать фразу, так же, как и на русском. Поэтому нельзя сказать center city, имея в виду центр города, или center London, имея в виду центр Лондона. Зато можно сказать the city center, а также можно добавить предлог of, который передает значение русского родительного падежа. Ну, того самого, который отвечает на вопрос кого, чего. И, кстати, сам предлог на русский переводиться никак не будет. Получится The center of the city, the center of London. А правильно, это предложение будет звучать так. I want to go to the center of the city, to the center of London. I need a bet. Yeah, it's going to be 10 pounds. Ну, дешевле я уже точно не найду. Настя просит самую дешевую комнату для ночевки. И, в принципе, она пошла по правильному пути. Cheap переводится как дешевый. И для образования превосходной степени мы добавляем EST. Но не стоит забывать о there, который обязательно нужно поставить перед прилагательным превосходной степени. Ну, и получится the cheapest. А все предложение будет звучать так. I need a bed. The cheapest bed. Ты че такая умная? Типа сама не ошибаешься никогда? Что? Нет, не ошибаюсь. А знаете почему? Потому что я учу английский на сайте Puzzle English. Регулярно я собираю аудиопазлы для аудирования. Перевожу транслейты для тренировки правильного построения предложения. И сразу вижу свои ошибки. Хотя... Нет, я никогда не ошибаюсь. Смотрю обзоры Олега Вегана, чтобы узнать больше лексики и грамматических конструкций. Пою песни в караоке. Yesterday all my troubles seem so far away. Слушаю подкасты и синхро-подкасты. Смотрю грамматические уроки, там как раз можно выбрать сложность повыше. Конечно же прохожу задания под этими уроками. Могу курпиться в Донецку пару раз. Антона на дуэль умов вызвать. Потом 10 часов аудиопазл собираю. Читаю последнюю витаминку и плюшку. Смотрю что-то новое превосходило для меня. Ну и мастер-кран тоже играет. Кстати, вам советую перейти по ссылке на Пазл Инглиш. Конечно же зарегистрироваться, если вы еще не с нами. Выбрать упражнение себе по душе. Такое у нас точно есть. И учить английский с удовольствием. Сколько же стоит добраться до центра города? Тут Коля пропустил кое-что очень важное. Как строится специальный вопрос в английском? Вопросительное слово плюс вспомогательный глагол плюс подлежащее. Ну, дальше все остальное. Итак, мы спрашиваем о настоящем времени. Поэтому после how much и перед it должен идти вспомогательный глагол does. Ну и получается how much does it cost? И в итоге вот так должно звучать предложение. Итак, Настя интересуется, как долго наш герой находится в таких условиях? Чего-то в этом вопросе не хватает. А именно вспомогательного глагола после how long. Когда мы говорим о том, как долго что-то происходило, всегда используем present perfect. Ну, вы помните, как он образуется. Have, has и третья форма глагола. Ну, либо добавляем к глаголу окончание ed, если он правильный. Поэтому вопрос должен звучать так. How long have you been here? Ну что, друзья, какой мы можем сделать вывод, а? Не бойтесь ошибаться. Ну, посмотрите на Лесю, Колю, Настю и Регину. Разве мы стали меньше любить их и их шоу, после того, как нашли ошибки в их английском? Ну, конечно, нет. Наоборот, полюбили их еще сильнее за смелость и открытость. Ну что, а я пожелаю вам успехов в изучении английского. С вами была Настя и канал Puzzle English Life. Пока!